Динамо Брест Динамо Брест А вот и себяшка в сторис инстаграма от Яниса Каргаса, защитник футбольного клуба «Динамо Брест» с нападающим австрийского происхождения Сандра Гатал. Артем Милевский радуется не только успехам своего клуба, но и иностранных команд. В своих соцсетях нападающий футбольного клуба «Динамо Брест» поздравил с очередной победой «Реал Мадрид». В эфире программа «Пятница», в которой мы подсматриваем через социальные странички за игроками футбольного клуба «Динамо Брест». День всех влюбленных наши футболисты провели не со своими половинками, а в сражении. По этому поводу на официальной страничке «Динамо Брест» в инстаграме выложили забавную публикацию. Подписав снимок, 14 февраля желаем всем найти человека, который будет ухаживать за вами так же, как Макс Витус за Пашей Савицким. К слову, супруга Максима Витуса Александра разместила пост на тему отсутствия своего любимого. «Я удивляюсь все время только одному факту. Каждое 14 февраля я остаюсь одна. Муж все время на сборах из года в год. Такие даты, как 14 февраля, 23 февраля и 8 марта, многие не проводят вместе со своей семьей. Что с вами не так? Самое интересное, что прилетают домой на следующий день или же через день. Походу, это жестко продуманная экономия. И смеющиеся смайлики в конце». Понятно, что Александра шутит на эту тему, но, надеемся, по приезду Максим не станет экономить на своей любимой и отдарит Александру не только вниманием. В День всех влюбленных многие пользователи Инстаграма выкладывали снимки своих любимых. Наши футболисты не исключение. Чиди Асачук в этот день выложил снимок своей любимой супруги и подписал «Моя удивительная жена, которая никогда не перестает меня удивлять. Я люблю тебя». Фото своей семьи опубликовал и Андрей Лебедев, и Константин Рудинок. Конечно, все публикации сопровождались милыми смайликами и сердечками. Мы продолжаем следить за футболистами, а вы следите за программой «Пятница». Подписывайтесь на канал «Динамо Брест» и скачивайте приложение «ФСДБ ТВ» в App Store и Play Маркете. С вами была Мария Богатырь. До встречи через неделю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok